Альтимат фризби Но все это касается Альтимат фризби только на самом примитивном уровне. Когда речь заходит о соревнованиях, на первый план выходит уже техническая оснащенность игроков и тактика. Как в любом спорте, это действительно очень важный аспект. Без тактики играть будет совсем неудобно. Соперник не будет понимать, что мы делаем. Да и мы сами не будем понимать, что мы делаем. В тактике каждый знает, когда выбегать. И поэтому все работает. Четвертый сибирский турнир по Альтимат фризби на стадионе «Шинник» помимо четырех омских команд собрал коллективы из Челябинска, Барнаула, Уфы, Тюмени и Екатеринбурга. А Иркутск на омские соревнования привез сразу две команды. Организаторы турнира, постоянные участники областного молодежного форума «Ритм» делают все, чтобы фризби в Омске постоянно развивался. И надо сказать, что добиваются успехов в этом направлении. По крайней мере, таких проблем с привлечением новых людей к игре, как в некоторых соседних городах, у нас нет. Наша команда считается одной из сильных за Уралом, Уралу за Уралом, мы из самых сильнейших. Но сейчас небольшой спад, игроков меньше стало. Надеемся сейчас набрать новеньких, то есть много стариков, много топовых игроков. Новеньких поменьше, но наберем, надеюсь. Возможно, меня прежде всего это не привлекло. Немножко особые люди здесь, есть такое правило, как бы одна победа это по очкам, а вторая победа дух игры. То есть настрой, положительный настрой, уважение для меня это очень важно. Мне нравится, как тарелочка летает. «Алтимат Фрисби» еще один из самых честных видов спорта. Дело в том, что здесь даже в соревнованиях нет судьи, а игроки сами между собой решают, было нарушение правил или нет. На сей раз самыми честными и тактически подготовленными по итогам турнира оказались игроки омской команды «Фри Флай». Они обыграли в финальном матче соперников из Иркутска 10-5 и сохранили за собой завоеванное год назад звание сильнейшей команды сибирского региона. Бронза у представителей Екатеринбурга. «Алтимат Фрисби» «Алтимат Фрисби»